Уважаемые организаторы, участники конференции, мне очень приятно быть здесь сегодня на этом мероприятии, о чем и том, который проводит российский экспертный организации интеграции и развития. Тема сегодняшняя в рекомендациях не нуждается, ее натуральность очевидна. Для всех, кто нормально знаком с реальными отношениями всех наших стран, с реальными региональными ситуациями, нынешняя конференция несет в себе определенный символизм, на мой взгляд, освящена на седьмом годовщине членства Республики Армения в Евразес. И напомню, что 29 мая этого года исполнилось 7 лет с тех пор, как был подписан договор о Бразийском экономическом союзе. А 2 января следующего года как раз исполняется 7 лет членства Армении. То есть вот такое совпадение цифр. На сегодняшний день взаимодействие на пространстве евразийского континента ведется в различных форматах. Вы знаете, у них инициатива нашего президента, в отношении евразийском партнерстве, как в такой стратегической цели взаимодействия в этих форматах. Но сотрудничество, интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза имеют, естественно, особое значение. Это, безусловно, на сегодняшний день в евразийском пространстве наиболее провинутый интеграционный формат. Ее важность, эта организация, обусловлена многими факторами, в том числе и очень существенным рынком. Более 180 миллионов человек объединяет этот рынок. За первые 7 лет интеграционные проекты стимулировали устойчивое развитие экономик наших стран, страны, членов Евразийского и, безусловно, способствовали повышению качества их жизни и благосостояния граждан. Отображается Евразийский ОВП в наших государств влечении показателей промышленного, сельскохозяйственного производства, очень интенсивная работа ведется по устранению имеющихся барьеров, свободного перемещения товаров, услуг капиталов и рабочей силы, ведется работа по гармонизации и синхронизации деятельности. В наших странах расширяется взаимодействие в ключевых секторах экономики. Важная задача, которая решается, это увеличение объемов инвестиционного взаимодействия. Прогресс достаточно значимый. Единый рынок услуг охватывает 53 сектора. Приняты Единый таможенный кодекс, фармакопея Союза, обеспечиваются свободы передвижения и социальные гарантии трудящихся. В январе этого года вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении. Важное направление работы нашего Союза – расширение его географии, в том числе путем установления связей с другими третьими государствами и региональными интеграционными объединениями. На сегодняшний день статус наблюдателя при ЕС получили Молдова, Кубу, Узбекистан. С пятью странами заключены торговые соглашения разной глубины – это Китай, Иран, Вьетнам, Сингапур, Сербия. Должен сказать, что Россия и Армения, все наши страны очень тесно взаимодействуют в рамках Еврозес. Поскольку мы находимся в Ереване, хотел бы особо отметить и конструктивную линию, заинтересованную линию армянской стороны в вопросах развития и интеграции. Большую роль Армения играет в расширении связей, взаимодействия союза с третьими странами. Мы все хорошо помним заседание Высшего Евразийского экономического совета в октябре 2019 года здесь, в Ереване, в котором принимали участие лидеры Ирана, Сингапура. В то же время очевидна и экономическая выгода Армении от членства в Союзе. Это, в частности, наглядно подтверждается ростом взаимной торговли Еревана с другими странами-членами. Объемы экспортных поставок из Армении страны ЕС за первые 9 месяцев нынешнего года увеличились почти на 30%. Причем рост наблюдается со всеми партнерами в рамках Союза. Помимо всего прочего, данные показатели говорят и о начале восстановления экономики после того, как началась пандемия. Ключевое событие в последнее время – это утверждение в декабре 2020 года главного государства ЕС стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Стратегия расширяет горизонты договора о ЕС и ознаменовывает переход от этапа становления к этапу проектной интеграции. Сегодня для ускорения экономического роста необходимо форсированное наращивание инвестиционной и инновационной активности на основе эффективного использования производственных мощностей, трудовых ресурсов и научно-технического потенциала. Сегодняшнее мероприятие наше, оно, безусловно, актуально проходит на таком очень важном этапе развития наших евразийских интеграционных процессов. и как никогда, наверное, своевременно сейчас оценить итоги того пути, который пройден и Союзом, и Армении в рамках Союза за этот период, и обменяться мнениями о путях на направлениях дальнейшей работы. Ну и, конечно, нельзя не отметить важность такого рода мероприятий, как площадки для развития связи и контактов между экспертами, которые работают на этом направлении. Я желаю организаторам, участникам конференции интересной и плодотворной работы. Спасибо.